Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Друзья, ну что, рад приветствовать на канале Таюжные приключения Сегодня мы опять поехали рыбачить на леща Как вы видите, купил я себе эхолот, потому что в прошлый раз вообще не понимал, что там на дне, какая глубина, что происходит, неизвестно, там есть рыба, нет Поэтому решил, что с эхолотом лучше, тем более посмотрел еще видео, большинство рыбаков с эхолотом ловит Ну удобнее все-таки Вот, забурился сейчас в одном месте, рыбаков, конечно, очень много, сегодня понедельник будет, но рыбаков огромное количество Здесь 5 метров глубина Я думаю, что не буду сейчас ставить палатку сразу Попробую походить, побуриться, поискать рыбку Может быть где-то что-то я найду все-таки какое-то движение и там уже буду ставить Потому что здесь пока, ну, вообще полная тишина, ни одного движения нет Пойдемте дальше Так, тут глубина поменьше, 4,6 Это так Рядом ребята сидят, вот только что видел, таскают Рыбка лежит на льду Я думаю, что, наверное, где-то здесь я и останавливаюсь Глубина нормальная Вот движение пошло По дну, вот рыбка Движение было там, рыбки Вот еще, смотрите, движение пошло, видите Вот она Вот еще рыбка В общем, давайте ставлю здесь палатку Буду кормить и буду здесь рыбачить Недолго переместить потом В этот раз заехал в магазин, купил вертыши Надеюсь, что они мне подойдут Вот и нет В общем, сейчас сделаю здесь петельки Веревка есть Вот такие вот Отрежу Сделаю петли Наверное, специально для таких случаев Веревка здесь и лежит Так Так, вот так вот И купил вот такие вертыши Видел у Андрюхи Такие Они у меня с палаткой пришли Блин, классные Вообще В лед скручивается, милое дело Но эти тоже, смотрите Не хуже Спокойно идут Не то, что я тогда Мучился, вкручивал Сейчас вообще клево Пойдемте сейчас Везде навяжем Петельки сделаю Красивые Оранжевые Петельки Так Ну что, друзья Будем расчехляться Давайте посмотрим Что нам покажет Холод Так Глубина 4,8 метра Пока движения нет никакого Я, наверное, достану Сумки Сумка удобно ходить С этой А Удобнее Его просто положу Вот сюда Вот рядышком Буду смотреть Наблюдать Ну и все Чтобы уже было Вот так вот смотреть Так Какие-то есть Небольшие движения Рыбки Так Моя прикормка Ну что, друзья Буду кормить В этот раз я Чисто Кормовым мотылем Купил его В общем Посоветовали Рассказали Что лещ в этом году Любит Именно такую прикормку Поэтому Сейчас мы И будем Кормить Именно так Вот так вот По половинке По половинке Я думаю Хватит Да, давайте побольше Так вот Еще долго здесь Тусоваться Я купил килограмм Не знаю Насколько Хватит мне В общем Надеюсь Хватит Будет плевать И кормить Не надо будет Много Давайте Опускать С этой Интересно Будет Видено На На Эхолоте Да Вот смотрите Пошло Видите Сверху Опускается Видно На Эхолоте Видно Хармушку Как она Опускается На дно Это здорово Здорово Очень хорошо Показывается Еще не упал Все На дне И тут Показано Что он На дне Сматриваем Поднимаемся Вверх Видите Как хорошо Видно Кормушку Все Сейчас Я думаю Что еще Где Эхолот В эту Лунку Прикормил Пока Поставлю Две Удочки Интересно Приманим Кого-то Нет Очень бы Хотелось Порыбачить Все-таки Будем смотреть Что у нас Тут Вот Он Немножко Начинает Опускаться Вниз Видите Опускается Вниз Большой Пучок Сажаю На крючок Друзья Вот Такой Пучок Побольше Мотыля Грузиком И все По крайней мере Мне так сказали Просто Опускаем На дно Груз И все На эту Сторону На другую Лунку Попробую Так С бусинкой Поставить Посмотрим Пошла Моя Видно Прям Мормышка Видите Опускается Мормышка Хороший Прям Все Показывает Маленькую Мормышку Показывает Прикольный Значит И рыбку Нам будет Показывать Так Ну что Постало Две удочки Видно Как будто Что-то Подходит Вот Черное Такое На эхолоте Какая-то Рыбка Ходит Здесь И когда Играю Мормышкой От Одна Отходит Пучок Тоже Видно На эхолоте Сразу Масштаб Немножко Уменьшить 5 метров Так лучше Видите Чтобы дно Вот этого Не было Здесь Сейчас Пошел Масштаб 5 метров Поудобнее Годи смотреть Вот эти Вот Движения Это вот Я мормышкой Сыграл Смотрите Чуть-чуть Поднял Мормышку Над дном И сразу Ее Стало Показывать Вот Это Черное Над дном Это Моя Мормышка Ее Видно Хорошо Но К ней Пока Никто Не Подходит Будем Ждать Сахалотом Сахалотом Поинтереснее Ты хотя бы Видишь Что там Происходит Внизу Есть Что-то Нет Если Подойдет Рыбка Ее Сразу Покажет Это Я уже Вижу Потому Что Я вижу Свой Свою Даже Мормышку Вижу Хорошо Очень Хорошо Над Дном Прямо Она Висит Сейчас В данный Момент После Прикормки Было Очень Мормыша Много Прямо Показано Что Он Внизу Стоит Но В данный Момент Все Его Уже Можно Сказать Нет Наверное Течение Мне кажется Здесь Смывает Снизу Очень Быстро Наверное Минут Десять Стоял Показано Мормыш И потом Его Снесло Ну В общем Подождем Подождем Рыбку Люди Ловят Может быть И мы Что-то Поймаем Очень Хотелось На самом Деле Подходила Только Что Рыба Видно На Эхолоте Мои Приманки Опа И Ушла Поклевки Не Было Ну Не Пошевелило Даже По крайней мере Кивки Стоят На месте Вот Видно Что Подходила На Экране Очень Удобно Хорошо Блин Действительно Классно Сахалутом То Я Сидел Прошлый Раз Вообще Просто Закинуто И Что Там Непонятно Есть Там Рыба Нету Там Рыбы Ничего Непонятно И Менял И Прикармливал Тут Хотя Бо Сижу Я Вижу Когда Рыба Подходит Сейчас Подошла Приведу Но Крупная Кстати Рыба Подошла Потому Что И Прямо Под Лунку Подошла Просто Было Ярко Красный Ярко Красная Показывалась Соответственно Прямо Под Лункой То На Где Холок В Лунку Подходила Ладно Давайте Подождем Еще Мне Так Нравится Очень Интересно Сидеть Какая Рыба Подошла Стоит Снизу Это Моя Мормышка Сверху Рыба Ушла Пробовал Я Чуть Поиграть Вот Снизу Видите Это Я Играю Рыба Ушла Проголодался Немножко Даже Сыхал Насмотришь Не на Кивки А на Экран Если Подходит Кто-то То Сразу Видно Соответственно Уже Ждешь Поклевку Есть Она Там Нет Видно Сразу Нет Смысла Там Если Ничего Не Показывает Холод Что-то Ждать Печку Пока Не Топлю Тепло Я Думаю Потом Ближе К Вечеру Затоплю Печку Перемешаю Друзья Ну что Вот и Первая Моя Рыбка Не успел Включить камеру Как раз Батарейку Переключал У меня Поклевка На Эхолоте Прям увидел Как Подошла Рыба И вот Посмотрите Какой Красавец Красота Красота Да Уйди Так Ну что Перенасадим Клюнуло Вот на Такую Бусинку Черную Но у меня Поклевка Еще на Другую Тоже Была Но Проворонил Видел Уже Позднее Что Была Поклевка И Профукал Это Дело Сейчас Нужно Перенасадить Такая Поклевка Резкая Интересно Ну что Я с рыбкой Это уже Приятно Первый раз Так Вытаскивал Как бы Не запутать Леску Тащил Как Сумасшедший В общем Как раз Села Камера Я тут Переставляю Вон опять Рыбку Показывает Ходит Удна Так Ну что Пучок Насадил Опять Такой Плечочек Управляем В лунку Видно Было Прям Как На холоде Подошла Рыба Я Начал Смотреть Сразу На Кивок И он Задержал Ну что Друзья Первая моя рыбка Здесь Сопливая Хочу прикормить Рыбку Уже прошел час И поставлю третью удочку В общем буду ловить На три удочки Везде сейчас закину где-то По Половине Кормушки Кормушка у меня большая Поэтому Если поцелуй То у меня тут Мгновенно Кончится Просто Прикорка О Какой Мотылек Мотылек Куда же Ты летишь Так Так Постока Закидываю Прикормим Главное Кормить Мне сказали Так Вот сюда Перемещаю Вот на эту Лунку Так вот И удочку Сюда Тоже Перемещу Пожалуй Так Рыбка ходит Достало Еще одно Только что И пока Клюет Только на Удочку Где У меня Мормышка Висит Где просто Крючки с грузилом Пока еще не было Ну не поймал Хотя Поклевки были До этого Просто их Проворонил Ну вот На эту Две Стуки Поймал Я не знаю Как это называется Густера Да Наверное Такое Вроде Здесь называют Густера У нас Подлещик Назовлю Подлещик Это Совсем Когустера Ну Леща Еще не поймал Надеюсь Что удастся И леща Вот это На эхолоте Видно Рыбка Ходит Вот она Прямо Дна Ходит Пополу Чуть Чуть Поиграть Видно Что Ходит Я хотел Конечно Поймать Побольше Лещ Костлявый И я Хотел Сделать Консервы В автоклаве Рыбной Белая Рыба Вот опять Рыба Подошла На эхолоте Видно Под лункой Стоит Под этой Где Эхолот Красная На эхолоте Это означает Что Ну чем Краснее То значит Прямо Под лункой Стоит Если синий Значит Где-то В стороне От лунки Может быть На соседней Там Так Ну что Друзья Пока Больше Не клюет Затишье Такое Трех Точек Поймал И тишина Хочу Подогреть Себе Супа Посмотрим Баллоне Газа Вроде Мне Еще Газ Был Газ Есть Подогрею Супца Я с собой Брал Подогреем Кушать Уж захотел Бутерброд Не сильно Меня спас Еще Не обедал Сегодня Еще Не обедал Поэтому Нужно Покушать Перестала Сторон Отпевать Конечно Как-то Так Ну вот Прям Сюда Мы и Нальем О Как Нагрелось Быстро Надо Было Налить Сначала Потом Ведом Включать Грейся Супик Ну давай Клюй Рыбка На эхолоте Пока Тишина Вот Было Тогда Видно Что рыбка Ходила Я сейчас Только что Прико Подкормил Ну и Пока Вроде Не видно Ничего О Уже Закипает Хватит Надо Выключать Опять У дна Рядом С ума Приманочка Рыбка Ходит Собирает Все-таки На дно Сел Мотыль Со дна Собирает Рыбка Суп Борщ С фасолью И С лосятины Ну я В принципе Всегда Варю Суп Слосятины У меня Косточек Еще С мясом Много Таких Сахарных Ммм Не вкусно Опять Рыбка У дна Где-то Там Лазит У меня Видно Друзья Ну что Как я и говорил Только стол Есть И поклевка Причем Сначала На этой Потом Я взгляд Бросил На другую Лунку Как раз Под штативом Которая Стоит И смотрите Еще один Попался Чуть Суп Не разлил Хорошо Ладно Еще один Не без улова Мы друзья Это уже Очень даже Хорошо Ну давайте Дальше кушать Да Рыбачить Не успеваю Включить камеру Я не знаю Достаточно редко Клюет Поэтому Тяжело Подловить Постоянно Снимать же Не будешь Я постараюсь Конечно Когда может быть Пойдет Такой клев Все таки Сильнее У него И все таки Я оставлю Включенную камеру И буду снимать Но сейчас Пока доем И наверное Все таки Я затоплю печку Хочу уюта Посижу здесь В уютке И порыбачить Все таки Рыбка ловится Поэтому Нужно рыбачить Друзья Время уже около 7 Вот Сколько Четыре штучки Поймано Но я думаю Что часа 3 Наверное Часов до 10 Я еще посижу Становится уже Прохладно Поэтому я сейчас Поставлю печку Чтобы у меня Здесь все таки Было Поуютней У меня там Палета В принципе Как раз Хватит Без проблем Спокойненько Мы Сейчас Погреемся Ну Как мы Я погреюсь А вы Посмотрите Как я Как я Греюсь Достаем Трубки Колено Нужны будут Потому что У меня в бок Выходит Собираем В прошлый раз Мне понравилась Печка Очень Даже Даже Ничего Слышные Вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, а мы давайте попробуем еще раз прикормить, пока разгорается. У нас тут прикормим еще, пора уже, часик прошел, надо кормить. Попался сейчас только что, хороший такой еще, на эхолоте было видно. Три удочки стоят. На эхолоте было видно, что куча рыб подошло. Очень много. И поэтому я прям смотрел за всеми удочками, не проворонил поклевку. Жарища уже в палатке. Печка вообще раскочегарилась, краснющая. Ну, я вообще закрыл почти полностью. Она там тлеет, но брикеты жар дают очень хороший. Ох, какой хороший тоже. Вечерний пошел клев. Сидел. Ну, на камеру, друзья, не получается никак. Достаю. Только... Только без камеры получается доставать. Ну, уже шесть штук. Аман опять видел, что на эхолоте подошел и поклевка. Алло. Алло. Здорово. Здорово. Что, реально удобно, что ли, с эхолотом с этим? Да, вообще, я вот смотрю на эхолот. У меня, как только вижу, что появилась рыба здесь, показывает. Вот тут. Я, короче, сразу пожду, короче, на какой-то из удочек. У меня поклевка, я вытаскиваю. Видно, когда рыба подходит. Вообще, конечно, очень удобно. Понимаешь, там есть... Ну, ты понимаешь, она показывает, да, что-то там двигается, короче. Не контур рыбы, а, как бы, знаешь, ну, полоса оранжевая начинает появляться. Так, у-у-у, это, значит, ну, рыба подошла. И ты видишь, что подходит, ты начинаешь дергать эту удочку, да? Да не дергать, а я вижу, я уже жду поклевки. То есть, я, знаешь, так могу балдеть, но нету ничего, что там сидеть. На экран только смотришь, не на кивки. Раз смотришь на экране, опа, рыба подходит. Ты уже раз на кивочки смотришь. Ждешь, где, какую дергательную. Ну, сейчас опять подошла. Вон, по дну, видишь, видно, не видно, не знаю. Видишь, снизу, видишь, снизу рыбу по дну была? Да, это типа рыба? Да, да, красная, это вот она, как бы, ишь, двигается. Если что-то появляется такое, значит, рыба. Да, видишь, чистая, потом идет, значит, она ушла. Чистая на дне или что? Не-не, она берет и соседние лунки, но если красная полоса, значит, она именно под твоей лункой. Если синяя, значит, где-то в стороне. Ну, то есть, красная, это значит, очаговая, прям под тобой. Так, друзья, ну что, время 9 часов. Я прикормил сейчас еще раз две лунки, тут третью не стал. И там, где стояла мормышка, повесил так же, как на средней лунке, только крючок и груз, больше ничего. Потому что только, заметил, что так именно клюет, грузик лежит на дне, а крючок просто, скажем так, тоже на дне, немножко в стороне. То есть, крючок с пучком наживки мотыля, сверху грузик просто, и все. Все это на дно кладем, и, опа, вот, смотрите, только сказал. Поклевка. Такая одиночная, может, еще возьмет. Поп-поп-поп-поп-поп. Поклевает, поклевает, поклевает. Да, одиночная поклевка была. Может, еще возьмет. Все, микрофон. Или не даже микрофон, но от приемника микрофона не хватило его заряда. Ну, я думаю, ничего страшного, ладно. Пройдемся без него. В принципе, видеомодуль стоит. Он тоже неплохо помогает. Просто здесь стараюсь говорить негромко, и, конечно, с микрофоном. Поклевка. Поклевочка почему-то опять одинарная такая и все. Вроде опустился уже. Ну, как будто взял и... Кликать, припоймелся кеме. Вот опять. Есть. Сейчас есть. Ну, небольшой. О! Вот уже платва. Плацеду у меня сегодня еще не было. Обманил платвичку. Плацеда подошла. Сейчас видно на их твозе. Видите, верхний слой подо льдом. Это мотыль. И он потихонечку-потихонечку сначала поднялся, а потом сейчас будет опускаться тихоньку на дно. Зна, полоски видно, поднимается тоже. Ну, рыба ходит, и зна начинает мутить и поднимать какую-то грязь, которая вверх поднимается, и хал тоже это показывает. Пампеть. Да. Раномато дергнул с этот самый вывал. Чувствуется, небольшой рыбочий был. Видимо, не до конца она еще схватила. И я ее веду. Лед трещит. Давайте подождем еще. Лед затрещал, похолодал что ли? На 4. Добно стоять, видите, на крышке от ящика. Вот такая уютная коленя, не прям встал. Чтобы налет не вставать. Опять была поклевка, поднялся вверх. Вверх видно было прям. Вверх поднялся, было видно, да. Да что такое, прям опустилась сильно. Чуть же, чего она так хватает-то ее аккуратно-аккуратно. Прям уже опустилась вниз. Так, что-то прохлада стала, а печку приоткрыть. Вот тут такая движуха началась, наверное, прям видно. По эхолоту. И тут поклевка пошла. Дождь такая нежная. Нежная, нежная. Ну-ка, ну-ка, я здесь. Ну, схвати, нормально. Че ты? Никак не хочет. Может, рядом ходит, задевает. Видно, что вот рыба ходит. Потому что мыться одна, понимается. Ну, блин, сидел, ты смотри. Точно лещ был. Потому что он его очень аккуратно берет. Прям вообще аккуратно-аккуратно. Я что-то думаю, так попай тут. А тут что-то тоже нет. Блин, вот я сейчас от одной-другой. Заходил, лещик, заходил. Что видно, он аккуратно так берет. Очень-очень аккуратно. Мне пришлось по локоть залезть в воду. Думал, там такой здоровый, никак не заходит. Охренеть, ну что такое. А я его зацепил за жопу. И он, видите, за жопу. И он шел кривкость. Тут я рыбачу, друзья. Посмотрите, опять зацепил за плавник. Это да. То за жопу, то за плавник. О, попер к вечеру. Лещик. Под лещик верни. Посмотрите, что творится на эхолоте. Это все рыба опускается вниз. Приманка ест. Но обеих удочкой сейчас клевал. Сидит, вижу, что поднялся. Вот такая вот плотвичка хорошая. Вообще, достаточно крупная плотва. Приятно. О, и тут клюет. Нет, тут рановато дернул. Вообще, плотва подошла. Лещик еще пришел. Сюда мельчик клюет, почему-то интересно. О, клюет. Есть. Есть, 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 есть. Я думаю, таски тут есть. О, неужели? Такое вот. Тоже подцепил куда-то я его снизу. Свежий кучок, видите? Нифига, про холоду там движуха. Капец. Какая же движуха там проехала. Просто куча. Неплохое. О, блин, вот тут был на этой лунке слева. Хорошая была поклевка. Почему-то опять-непет себя. Странно. Странно, странно. За все движения-то все рыба там ходит. Красно-синим полосы. Это все рыба. Эхоот дошкаливает от рыбы. Друзья, ну что, вот и трофей попался. Наконец-то сдал я тебя. Ну, конечно же, для меня трофей. Нежная поклевка. Видно, на эхооте он стоял. Класс! Вот это красота! Ну, это лук молчит и все. О, потряс и тут стало. Здесь что-то стоило поиграть чуть-чуть и все. Попался еще какой хороший. Стоило поиграть чуть-чуть. Че стоит? Так я поиграю. Ты поиграл? Ну, вы видели, что творится в лесу. Че творится там внизу? Там просто все в рыбе. И в такой крупный ходит. Блин, клюет. Ааа, сорвался. Зараза. Я это еще не опустил. Это уже клюет. Вот это да. Вот эта рыбалка поперла. Вот это прикормил тут под вечер. Поперла. Так, надо опустить быстрее. Поиграть чуть-чуть. Чуть-чуть поиграешь, начинает клевать. Вот что же стояло. Я взял, поиграл. И она... Вот. Ааа, сорвалась. Сорвалась. Поторопился я, короче. Ну, рыбы там сейчас стоят. Ой-ой-ой. Ой-ой. Поиграл этой. Стал клевать эта. Ну, вот он. Везде рыбу. Ой, крупный такой. Вон, лишь подошел хороший. Крупняк вообще подошел. Очень крупный. Очень крупный, крупный. Подманю на эту его. На какую клюнь-то? Давайте. На эту да, на эту. Да? На эту ли, на эту. Опа. Опа-опа-опа. Давай-давай-давай-давай. Ну и все. Блин, так хорошо клюнуло. Схватилось. Вернуло на из... Зарыло. Спасти. Изо рта. Оно хорошо клюнуло прям. Оп. Опа. Опа, и здесь. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Опустись еще. О, блин. Тут. Тут и тут. Плюет, короче. Тут и тут. Причем такие хорошие поклевки-то опустилась же вниз. И тут очень холостая получилась. Тут холостая. Удивительно. Как так? Тут она губ. Ушло. Тут губ. Ушло. Смотрите, вот потихоньку всегда, когда рыбачишь, чем дольше, тем больше опыта набираешься. Понимаешь, что рыбкина. Например, видишь, что немножко стоит она, не берет. Чуть-чуть поиграл. Буквально совсем чуть-чуть. Нужно один раз делать. Она уже обратит внимание. Холод вот целый день сегодня со мной. С трех часов. Время 11. Одно такое деление ушло. И с трех. Зарядки. Я его вообще не выключаю. Мне постоянно включат. Ничего себе, как держит заряд батареи. Очень хорошо. Сиди, 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 сиди. Вот кто-то тут подошел-то к нам. Вот кто-то к нам подошел. Хороший платвал, кстати. Надо будет обновить опять мне. Ну что, я уже доловил целый пакет рыбы. У меня по очереди вторая удочка срабатывает. Поклевочки идут. Достаю. Он опять клюет. Кто с одной, а другой достанешь. Ах ты, хорошо клюнула сейчас. Ну, видите, отключил камеру и холостую. Ну, плюнула хорошо. Ну, все, там опять рыбы. Рыбы столько немерено. Видишь, на эхолоте рыбы и все, уже готовишься. Такая же хватит. Такая же удочка. Дерни. Ну, ничего. Ну, время, слушайте, уже первый час ночи. Ночью. Никакой уйти не могу. Я его не крупненькая схватила. Потому что так ушло. Лещи хороший. Только не уйди. Хороший, да. Этот хороший. О, смотрите какой. Охо-хо. Это больше того, по-моему, трофея. Охо-хо. Ну, или где-то такой же. Где-то такой же. Схватил. Смотрите. Красота на ваши глаза. И тут пьет. Эта удочка тоже пьет. Надо быстрее тут запулять обратно. Сейчас все перепутываю здесь. Там опять крупняк стоит внизу. Он видно. На эхолоте. Приятно тащить такого крупняка в лещик. Ох, ну что. Пустые консервы-то у меня будут, короче. Так я и хотел. Неплохо сегодня. Отварился. А. Зашел тут. А, сошел. Слабинку дал я. Чуть-чуть дал слабинку и... Все, кстати, тоже клеет. Ну, что, друзья. Время уже... Сколько? Час ночи. Пора заканчивать, думаю, рыбалку уже. Она была очень удачной. Получилось поймать мне вот столько рыбы. На самом деле, немало. И консервов я все-таки сделаю. Очень мне понравилась рыбалка с эхолотом. Это просто небо и земля. Без него и с ним. Сразу видно. Вот сейчас даже до сих пор я смотрю, там рыба немедленно. Просто внизу ходит. Ну, я уже устал. Да и мне хватит. Мне кажется, она всю ночь еще будет здесь ловиться. Поэтому эхолот проработал у меня с трех часов и до сих пор работает на одном заряде. И этот эхолот мне очень понравился. Очень классный вообще. Можно менять масштаб. Можно ставить автомат. Он сам автоматически показывает дно и уровень льда. Детализацию менять, чувствительность менять. Классный. Еще показывает в цвете. То есть, если прямо под лункой стоит рыба, он показывает красным. Если синее, там синее, значит где-то у другой лунки рядом. Не там, где эхолотка ходится. Ну, в общем, классная штука. Еще обязательно я съезжу. Ну и до новых встреч, друзья, на канале Таежные приключения. Буду собираться. Я у меня еще печку собирать. Меня уже дома ждут. Звонят, говорят, давай пиком домой. Неси свою рыбу. Спать пора. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!